На праздничном торте свечи, цифра 100. Столько исполнилось одной из старейших жительниц Заречного. Мария Полякова доброжелательно встречает гостей и с удовольствием общается со всеми, кто пришел ее поздравить с круглой датой. Очень готовилась, старалась и прямо вот когда макияж, можно сказать, наводили ей, вот, она прям сидела как вот молодая девушка и старалась, и чтобы все у нее было хорошо. Мария Полякова вместе с мужем и дочкой приехала в Заречный в 1969 году из Архангельска. Много лет Мария Федоровна проработала бухгалтером на заводе железобетонных изделий. Работала очень долго, вот сегодня надо отдать должное, вот совет ветеранов управления строительством, они сегодня приходили, ее тоже поздравляли. Никогда вот, чтобы они пропустили какой-то праздник, какую-то дату, это всегда они с такой доброй душой поздравляют. На своем веку Марии Поляковой довелось пережить многое. Испытала Мария Федоровна и тяготы, и лишения военного времени. В страшные для нашей страны сороковые годы она находилась в тылу. Признается, что тогда никто не боялся выполнять тяжелую работу. Ей самой пришлось трудиться даже на лесоповале. Теперь Мария Федоровна пользуется заслуженным уважением и почетом. С днем рождения Зареченскую долгожительницу поздравил депутат собрания представителей Сергей Баскаков. Меня распирает просто чувство, потому что первый раз в своей жизни я, так сказать, поздравляю такого юбиляра. Сто лет – это удивительная, удивительная дата, поэтому я с большим удовольствием вас поздравляю. Желаю прежде всего здоровья. Свой сотый день рождения Мария Полякова встретила в отличном настроении. Неиссякаемым оптимизмом Зареченская долгожительница доказывает, что возраст – это не цифры в паспорте. Радуйся. Вот так надо. Удивительные слова. Всех любить надо и радоваться всему, что есть. Да. Наталья Елистрадова, Вячеслав Юртаев, телерадио «Компания Заречный». Субтитры создавал DimaTorzok